Итак, всем огромный привет, мои дорогие подписчики! Доброго времени суток! У нас сейчас у меня вечер. Не знаю, что у вас, но, короче, доброго, доброго вам, придоброго всего. Да, хотела начать видео с благодарности. Я решила, почему я такая неблагодарная? Надо, наконец, сказать вам спасибо, спасибо, что вы поддерживаете меня даже в самые трудные мои времена, даже когда от меня исходит один сплошной негатив, когда я но и жалуюсь. Спасибо тем, кто остаётся со мной. Вот, вот что я хочу сказать. Почему мне пришло это в голову? Ну, потому что после последнего видео, которое я опубликовала на канале, у меня куда-то сдриснуло сразу 15, значит, подписчиков. Не знаю, куда они пошли. Наверное, они пошли подписываться на успешный успех. Ну, пусть идут, пусть идут. Знаете, как говорится, люди делятся на две категории. Это те, у которых есть успех, и те, которые на него просто подписаны. Вот так вот, вот так. Выкусите. Поняли? Как говорится, какая нам разница, какая нам разница, какие там за чужим забором цветут кусты. Главное, чтобы у нас хоть что-то расцвело, понимаете? Хоть старая палка от швабры зацвела. Но у нас, да? Какая разница, там, что у других хорошо. Кстати, вот я заметила, что люди очень любят вот этот вот анриэл, да? Жанр, когда что-то не очень похоже на нашу жизнь. Ну, с одной стороны, это можно понять, потому что, ну, как бы мы устаем от вот этой бренности бытия, от всех каких-то негативных событий, которые происходят в нашей жизни. И нам хочется поверить, что где-то она есть сказка, и мы очень вот как бы залипаем на вот эту сказку чужую, где там 11, мама 11 детей рожает беспрестанно, и при этом никогда не устает, и всегда в хорошем настроении, да? Где кто-то вышел замуж, где девушка вышла замуж за мужчину, который просто там, знаете, только на руках её носит, и мешками приносит деньги в дом, просто чемоданами просто приносит, при этом никогда её не упрекает, только хвалит, говорит, трать больше, ешь больше, можешь не следить за собой, делай всё, что хочешь, я буду тебя любить. Ну, короче, нам нравятся всякие такие, знаете, сказочки. Или когда она там родила, и на второй день у неё там уже талия 60 сантиметров. Мы это обожаем, это нам греет душу, это нас расслабляет, это нас отключает от реальности, которая порой нас душит, душит, поддушивает нас, и мы начинаем в ней, короче, задыхаться в этой реальности. Кстати, вот, смотрите, я хотела похвалиться вам, смотрите, какой у меня новый, значит, новый кто, что, толстовка, свитшот, кофта с капюшоном. Вот, это я, извините, что не глаженная, не гладила ещё. Это я купила где-то в январе, в начале января. Она такая длинная, просторная. Я специально взяла на три размера больше. Тут такой котейка, прикольный. Вот, теперь буду в ней года два гонять, точно в этой толстовке. Вот, может, такой волос. Так, о чём я сегодня с вами? Хотела поделиться новостями. Так, я решила сменить ракурс и подсесть к вам поближе, потому что какой-то звук слишком плохой издалека, как будто я из туалетной кабинки вещаю. Это потому что тут вентиляционная шахта, и всё там, короче, звук резонирует, резонирует звук, и такой вот звук неприятный. Ой, рассказываю вам новости, что у меня случилось, что у меня произошло. Наконец-то пришёл ответ из посольства. Да, меня пригласили, наконец-то, в посольство. Уже назначена дата и время, и, естественно, я начала уже собираться в поездку. Ну, как собираться, уже там забронировала себе, не забронировала, а купила билеты на поезд. Вот, правда, не на ту дату, на которую меня пригласили. У меня ещё стояла задача, значит, посетить клинику, клинику-поликлинику, короче, одобренную посольством, и пройти там обследование, сделать снимок грудной клетки. Короче, можно только там, не помню, с какого года. Мы входим, короче, в такой чёрный список у них, чёрный список стран-туберкулёзников. Вот, и нам обязательно, короче, подавать вот эту вот справку о состоянии здоровья со снимком грудной клетки, как это называется, флюорография, или как... Ну, короче, мы поняли, о чём речь. Да, цена, кстати, кусается. Мне сказали по телефону, сколько это будет стоить. Это будет стоить 115 долларов. Ну, вы представляете, да, когда в своей поликлинике можно сделать там типа по полюсу или за 300 рублей, там 115 долларов. Это сколько? Это больше 8 тысяч, да? Какой у нас сейчас курс там? Нет, какой курс, я не в курсе. Ну, короче, такая цена. Вот. Ну, и огорчительно немножко получилось то, что по дате немножко не совпало. Я хотела уложиться в одну поездку, то есть поехать заранее, сделать там вот этот снимок, и потом на следующий день ехать, идти в посольство. Но мне почему-то сказали, что на тот день записи нет. Не знаю почему, это понедельник, запись должна быть. И, короче, меня записали на другое число, на конец февраля. В общем, мне придётся 2, может быть, 3 и больше раз ездить в Москву решать свои проблемы. То есть в идеале 2, если всё пойдёт по плану, всё будет хорошо, 2. Но может быть 3, если ещё после подачи документов меня пригласят на собеседование. 3 максимум. Это при хорошем раскладе 3 раза. При плохом раскладе может быть сколько угодно раз. Вот. Короче, так. Я думала... Ну, я не думала, это муж мне говорил, что, может быть, я не буду туда-сюда мотаться, я там сниму... Господи, опять какое-то неблагополучие у меня на голове, что я сниму там номер, как бы гасит в гостинице и поживу. Но я посчитала, это домой, сюда дешевле вернуться, и тут немножко побыть, потом снова туда поехать дешевле, чем снимать номер там, даже самый какой-нибудь говённенький. Ты проснулась? Сейчас обниматься придёт, кис. Вот. Билет стоит, ну, я за 1000 рублей купила в одну сторону билет на быстрый поезд. Поэтому, ну, вы понимаете, как-то при такой низкой цене билета, смысл там сидеть в Москве и платить за гостиницу, ждать, сидеть, ждать, там, начало марта, когда меня вызовут, там, сколько, 5 дней у меня получается в разрыв. Сидеть, ждать, нет смысла, это будет дороже, чем съездить туда-сюда. Москва-Воронеж-Воронеж-Москва. Так будет даже дешевле, короче. Да, так. Ну, в общем, вы понимаете, всё опять непросто, но я уже морально подготовилась. Я уже морально подготовилась, поэтому меня это даже не огорчает. Вот такая ситуация. Так, какие ещё новости? На время поездки мне же нужно пристроить Арину. И, как вы знаете, в прошлом видео я говорила, мой бывший муж, короче, пошёл в отказ. Это как бы наша с ним кошка. И, естественно, я первый, первый человек, к которому я обратилась, это был он. Это в моём понимании, это естественно, да. Я вообще считаю, что незачем напрягать совсем чужих, посторонних людей своими проблемами. То есть сначала ты решаешь, как бы, проблемы, пытаешься их решить за счёт тех людей, которые имеют к этому самое прямое отношение. Это наша кошка. Она у нас появилась в браке, мы подобрали её на улице, она с нами жива, с нами росла. И мы для неё, как типа папа и мама, естественно, я обратилась к нему. Но у него новые отношения, значит, новое там всё. А кошка, как он мне сказал, кошка, это общение с бывшей. И его нынешнее против такого расклада. Итак, следующий человек, к которому я позвонила, это был мой брат. Он, конечно же, сразу согласился, но предупредил, что у них, короче говоря, появилась собака. Собака, ну, понимаете. То есть я поеду скоро знакомить, на следующей неделе знакомить Арину с собакой. И я надеюсь, они найдут общий язык. Я очень на это надеюсь. Вообще, Арина умеет находить общий язык. Собака небольшая, собака мелкой породы. Поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо. Советчиков, конечно, на эту тему достаточно много. Что мне делать, как мне быть. Конечно, надо забирать. Вот в идеале я бы тоже хотела забрать. Я прям вижу вот эту ситуацию, что у меня есть кот, у меня есть кошка, у меня есть муж. И вот у нас уже, значит, четыре члена семьи. У нас такая большая прекрасная семья. Плюс у меня не будет оставаться каких-то эмоциональных привязок к России. То есть моя душа будет полностью спокойна, если я её с собой заберу. И довезу в целости и сохранности. Но другое дело, что всё, конечно же, упирается во все вот эти сложности. Вот этот большой, сложный маршрут, который предстоит преодолеть. Который даже для человека сложный. А что уж говорить, для маленького, да, вот этого создания. То есть человек может там сколько угодно в дороге ходить в туалет, есть, пить. А для животных есть ограничения. Да, вот в частности там в самолёте как бы кормить их запрещено. Да, в туалет тоже не могут они ходить. Ну, короче, вот такая ситуация. Немножечко внесу ясность на тему того, куда вы меня отправляете. Потому что меня, мне иногда приводят примеры, которые, ну, вообще, как бы, знаете, несопоставимы. Несопоставимы, да, в пример приводит там Францию, например. Несопоставимы по расстоянию с тем местом, куда, собственно говоря, отправляюсь я. Да, да, вот посмотрите на карту, я отметила, значит, сиреневыми полосочками популярные направления, где примерно они находятся по расстоянию от Москвы, хотя я не в Москве живу, в Москве пересадка у меня. Вот, да, вы видите, что это относительно близко. Популярные направления среди наших, так сказать, сограждан, такие как Турция, Испания, Франция. Вот посмотрите, где они находятся. А теперь посмотрите далее по карте через всю Россию, да, пробегите глазами через всю вот эту Россию, нашу прекрасную страну. И внизу, опустите глазки вниз, это вот там, где Китай. Вот такая вот точка, я там поставила точку, тем самым стерев с картой мира Южную Корею, нечаянно, потому что она скрылась под этой точкой. Вот под этой точкой, вот эти вот ошмётки с суши, это и есть страна Южная Корея. Кисы, не расстраивайся, мы всё уладим, хватит плакать. Что такое, туалет тебе открыть? То есть вы, надеюсь, понимаете всю дальность перелёта, двух перелётов, два перелёта, и плюс по прибытию, по прибытию на место ещё предстоит почти шестичасовая поездка на автобусе. Поэтому было бы проще оставить, чем взять, ну не говоря уже о всяких там прививках, вот этот паспорт, обычный он со 100 рублей стоит, а вот этот, я не знаю, сколько он обойдётся, чипирование, потому что у всех разные правила для воза животных. Для воза животных Южную Корею нужно, чтобы животное было чипировано, ну всё деньги, деньги, суета, колгота, неизвестно, как переживёт полёт, как я переживу. Неловко будет, если в дороге как-то гадится, да, и что с ней делать, и как это всё вообще, столько всяких пересадок, многочасовое ожидание в аэропорту пересадки, потому что сейчас рейсы из Москвы в Южную Корею не такие регулярные, как раньше, и сейчас другой график уже не очень-то удобный, то есть много нужно ждать. Вот последний раз я смотрела, какие были билеты, там ждать больше восьми часов пересадку в московском аэропорту Шереметьево, то есть всё, короче, прекрасно, у нас всё великолепно. Вот такая подстава от бывшенького, вот, что хочу тебе сказать, ты такой же гнилой, как пороги твоей старой тачки, вот что, ты такой же гнилой, как пороги твоей старой тачки, всё, вот и всё. Хорошо, что вообще мне не пришла мысль в браке с ним иметь детей, как хорошо, как прекрасно, что меня никогда вообще не посещала такая мысль, а то бы была тоже такая ситуация, знаете, развелись, он бы нашёл в себе новую женщину, и она бы ему сказала, что ему нельзя общаться с детьми, потому что это общение с бывшей. И всё, ну вот вы понимаете, да, как проявляются люди в тех или иных жизненных ситуациях. Будем что-то решать, кому-то оставить не вредит, но кому она нужна, да, люди, многие падки на породистых животных, либо же на котят, когда он такой маленький, весь такой пусечка, весь лапусечка, да, маленькому котёночку всё простится, рваные обоечки и обкаканные тапочки. Когда ты берёшь взрослые животные со своим характером, ему, конечно, там ничто не простится, да, то есть это надо как-то, ну кому это надо, по большому счёту, ну кто, кому это надо, кто отзовётся, кому это надо. Даже котят мне всем сейчас удаётся отдать, раздать, постоянно вот эти объявления в интернете, я дам котёнка, и даже котятам далеко не всем нужны, понимаете. Милые пупсята, а, большая кошка, при этом не обладающая какими-то там выдающимися внешними данными, талантами и прочим. Ну кому она нужна, кроме, как говорится, своих хозяев, кроме меня там и всё, да. Это вот я отвечаю тем, кто говорил о том, что может кому-то пристроить, может кто-то откликнется, может кто-то возьмёт себе. Ну я в это вообще не верю, да, если бы кто-то хотел откликнуться, уже бы откликнулись люди после того видео, после прошлого, где я об этом упомянула, уже бы написали. Как он мне говорит, скажи, подписчик, вот так и сказала, и сказала, да, если бы у кого-то возникло такое желание, уже бы отозвались люди. Но я вот даже как бы, даже если кто-то отзовётся, я не очень в это верю, как бы, во всю эту ситуацию, да. То есть кто-то может по доброте душевной согласиться, а потом поймёт, что это как-то для него, это сложно, что там... Ну это чужое, я не знаю, как это объяснить, это чужое, да, это, я понимаю, бывают такие ситуации, когда человек идёт, например, в приют, там множество всяких бездомных кошек, и человек видит какого-то кота или кошечку, влюбляется, забирает к себе домой, да. А тогда, когда у тебя нет выбора, вот есть она одна, ну вот такая, со своими достоинствами, недостатками, очень сложно кому-то пристроить, да. Ну вот такая ситуация. Будем... Брата-брата даже не упоминайте, типа оставить брата, но это какой-то дурдом будет у них. Ну что, конечно, речь об этом не идёт. У них на маленькой однушечке, они живут вдвоём, втроём, с ребёнком и с собакой уже четверо. Ну какая там ещё кошка, ну о чём вы говорите? Вообще-то дурдом будет просто ребёнок ещё, к тому же, пока ещё маленький. Тоже, чтобы сбрасывать на свои проблемы, на всех, зачем это нужно. Поэтому, наверное, придётся всё вот это оформлять. Сейчас в начале марта пойдём ставить самую такую важную прививку. Прививку, почему важно, а бешенство прививка, почему важно, потому что она не должна быть слишком свежей к моменту отлёта. То есть она должна быть не моложе 20 дней, эта прививка. То есть если вы там сделали прививку и прошло 5 дней, то нет, не годится. Не годится. Надо, чтобы не менее 20 дней прошло. Вот, а остальные там я не знаю, что там ещё, какие придётся проставить прививки. Вот этот чип, я, в общем, это ещё надо в городе поискать, в нашей провинции. Такие клиники ветеринарные, где это всё делают, чтобы всё в одном месте сделать. Понятно, что не в каждой это всё делают. В общем, короче, весело. Ой, нога стала затекать. Хотела ещё для вас снять обзорчик покупок, сниму завтра. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пока-пока.